приветствую вас дорогие друзья сегодня мы без музыки на вначале потому что фейсбук почему-то блокирует все видео с музыкой хотя эта музыка абсолютно законным образом здесь используется но вот так я думаю что вы меня слышите и мы можем начать прямой эфир сегодня он будет коротким потому что хочу поговорить с вами вот о чем хочу поговорить с вами о личностном росте и развитие христианина потому что очень часто бывает такое что мы приходим к богу и почему-то считаем что личностный рост здесь не уместен что здесь все как говорится по благодати но на самом деле библия нам очень часто говорит о том что да мы должны прибегать каким-то определенным шагам мы должны делать какие-то определенные действия для того чтобы этот личностный рост у нас сохранялся и продолжался и сегодняшнее местописание несколькими списаниями из одной главы притч 3 глава притч хочу чтобы с вами почитать прямо с самого начала этой главы есть конечно здесь некоторые будет отступление от темы потому что не говорю что здесь все как бы могло быть записано по-другому как здесь записано так записано но есть и места которые я хочу выборочно взять потому что это отрывки это не вырваны из контекста материал это именно отрывки которые вернее так главы или может быть даже целые целые места писания которые посвящены развитию и личностному росту христианина и так с первой с первого стиха 3 глава притч сын мой наставление моего не забывай и заповеди мои до хранит сердце твое и вот долготы дней и лет жизни и мира они приложат тебе то есть для начала хотел бы просто разобрать вот вот тему что наставление моего не забывай и заповеди мои до хранит сердце твои здесь есть спорный момент от имени кого идет здесь речь от имени соломона который говорит сейчас эти притчи или это все-таки бог говорит но поскольку здесь написано будем ориентироваться на то что написано в библии что поскольку здесь написано слово моё да с маленькой буквы ли мои то речь идет о соломоне то есть это он наставляет скажем сына своего или обращается каждому из нас называя нас сыновьями потому что ну бывает так что мы в писании читаем что даже если человек не родные не родной сын кому-то он все равно называется сыном и вот что как бы меня здесь привлекло в этом в этом отрывке первое то что здесь написано нет не забывай наставление моего и заповеди мои до хранит сердце твое то есть соломон призывает нас наставляться это очень важный момент и очень много людей сегодня страдают от того что у них нет наставника они ходят в церковь иногда это даже служитель надо постара церквей у которых просто нет наставника и это очень пугает потому что такие люди в конце концов оказываются в таком такой ситуации что они ну уходят будем так ритме в неправильные какие-то русла они занимаются кира неправильными вещами проповедуют или исповедуют какие-то неправильные вещи и их некому наставить на путь иногда бывает что они находятся в духовной борьбе и некому прийти просто искать послушайте нужно сделать вот так и вот так тут наставничество в данном случае да как здесь написано наставление моего не забывай соломон призывает нас к наставничеству и наставничество является одним из главных аспектов личностного роста вообще в любой сфере неважно как бы даже если мы говорим о светских абсолютно вещах и я очень долгое время занимался коучингом будучи еще не верующим человеком я всегда говорил о наставничество без наставничество мы к сожалению не можем продвигаться дальше следующий момент на кого нам да нужно надеяться потому что знаете большинство людей надеются на себя и библия этому конкретно ну будем так противиться то есть бог противится таким людям которые надеются на себя даже в некоторых местах написано что проклят человек надеющийся на человека и вот что здесь написано в пятом стихе надейся на господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой то есть что это значит мы знаем что всю вся любая мудрость она происходит она приходит от бога и когда мы надеемся на бога то есть на того кто пошлет нам эту мудрость в этом случае мы понимаем что такая мудрость она приведет нас обязательно положительному результату почему ну что писание говорит что помыслы бога о нас они во благо а не во зло и если мы будем искать бога то есть искать его мудрости постоянно на него всегда надеяться мы можем быть уверены в том что бог нам пошлет именно те решения именно те ответы на вопросы которые нужны нам во благо уже если мы будем насчитывать на свой собственный разум как говорит один из моих наставников пастор юханес юстус он говорит эту фразу такую горит теология моего опыта подсказывает мне что нужно делать так или иначе но и как часто наш опыт он приводил нас каким-то неправильным результатом мы сейчас как раз на домашней группе проходим периоды жизни афрама и афрам как бы как верующий человек он основывал свою жизнь и только на уповании на бога но и на теологии своего опыта это мы видим с вами и в его походе в египет это мы видим с вами их там когда он начал помогать богу и у нас появился и звонил и так далее и вот здесь как раз да бог конечно выводит из всех этих ситуаций и он все еще называет авраама своим другом но при этом при всем все-таки бог призывает нас данном случае через плечи соломона иметь наставника и призывает нас надеяться на него почему потому что он все-таки точно знает чем все должно закончиться он начало и конец он точно знает свои планы у нас во благо и не во зло и он нас для этого собственно и спас и вот часть личностного роста касающиеся именно упования на бога она очень важна иногда бывает так если я сейчас буду уповать только на бога значит я не буду расти я буду всегда топтаться на месте я буду ждать только божьей воли в своей жизни вот тут как раз и ошибка на самом деле ожидание божьей воли это не просто праздное просиживание на стуле и ожидание там же голос с неба раздастся донесет нам какую-то мысль нет ожидание божьей воли как раз в том чтобы готовить себя свое сердце свой разум свои поступки к тому чтобы научиться слышать божью волю когда происходят какие-то вещи которые мы хотим чтобы были по божьей воли они всегда происходят очень легко иногда это тоже является заблуждением то что когда все легко знаете по течению плывет только ну как это говорят дохлая рыба на и если вы хотите забраться на город а вам нужно приобретать при приобретки то усилия к этому ошибка заключается в том что все будет легко так но по кроме некоторые верующие думают что сейчас они там уверовали и теперь у них все в жизни будет легко нет такого не будет мы для того чтобы войти в резонанс с божьей волей для того чтобы резонировать с ней мы должны прилагать какие-то усилия иисус говорит что от иоанна до наших дней царствие небесное усилием берется и прилагающие усилия восхищает его то есть нам необходимо прилагать усилия к пониманию познанию божьей воли и в данном случае это усилия по большей части умственные потому что мы не можем заботиться да или беспокоясь о чем-нибудь даже на руках переварить себе роста а вот если мы будем расти умственно расти в сердце расти в разуме тогда это произойдет и дальше объяснение всему этому 7 стих не будь мудрецом в глазах твоих бойся господа и удаляйся от зла это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих то есть соломон призывает в данном случае нас не надеяться на собственный разум очень многие люди говорят я знаю я умею меня научили у меня то у меня это смотрите каждый из нас получал профессию каждый из нас возможно является специалистом и очень хорошим специалистом своей области но вы знаете нет предела совершенства первых все разбивается библия говорит нам о том что бог постоянно творит все новое одна из ошибок христиан это делать определенные одни и те же действия и ожидать от них от них и тех же результатов потому что они когда-то услышали фразу или гениальную фразу альберта энштейна который звучит следующим образом делать одни и те же действия ожидая разных результатов есть безумие люди предлагают очень много усилий для того чтобы делать одни и те же действия и при этом ожидать одних и тех же результатов но и этого не будет почему потому что все меняется если мы будем сегодня делать те же действия что я вчера совершенно не обязательно что завтра нас ожидает тот же результат что что был сегодня потому что обстоятельства меняются время ускоряется люди меняются подходы меняются меняются технологии и делая сегодня то же самое что мы делали вчера может не привести нас тем результатом, который мы имеем сегодня. И будет разочарование. Поэтому нужно постоянно находиться в поиске Божьей воли, находиться в приобретении мудрости. Здесь написано, не будь мудрецом в глазах твоих, не думай, что ты уже знаешь, что у тебя вот теология твоего опыта подсказывает, что если ты сделаешь вот так, то результат будет вот такой. Это неправда, это может быть обманом или самообманом. Поэтому здесь написано, не надейся на разум свой и написано, не будь мудрецом в глазах твоих. Постоянно расти, постоянно задавая себе вопрос. Есть вещи, которые я не знаю. И что из того, что я не знаю, я должен узнать? И когда мы будем понимать, что мы действительно стремимся к познанию неизведанного, то это будет открывать наш разум, заставлять его поглощать дополнительную информацию. Понятно, что мы должны ее фильтровать, мы уже об этом много раз говорили. Но когда мы будем искать Божьей воли в этом и будем, как здесь написано, бойся Господа и удаляйся от зла, то есть мы будем в духе понимать, что это хорошо, что такое зло. Зло в данном случае написано написано в писании, на русском языке слово зло, а на иврите в оригинале это означает плохо. То есть есть хорошо, есть плохо. То есть удаляйся от плохого. Откуда мы знаем, что такое плохое, что такое хорошее? Бог нас наставляет с помощью Духа Святого. Он нам говорит через Духа Святого, через общение с Духом. Он говорит, это плохо, не ходи, это не делай, так не говори. Или наоборот, это хорошо, это делай, это говори. И поэтому, если мы будем удаляться от того, что плохо, то здесь написано, что это будет здравием для тела твоего. То есть мы будем оздоровляться, мы будем делать какие-то вещи, думать о каких-то вещах, наставляться, в чем-то это будет оздоровлять нас и будет питать кости наши. То есть это будет как раз то, о чем Бог просит нас. Он хочет, чтобы мы были здоровы, но сначала мы должны очистить себя изнутри, очистить свои мысли, вырасти духовно. Мы должны как-то принимать какие-то более здравые решения и так далее. И как раз об этом это местописание говорит. И последнее местописание на сегодня, это 13 стих, даже я думаю, что он не последний, простите, не последний, с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра и прибыли, от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничего из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, и в левой руке богатство и слава. Пути ее приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженные, которые сохраняют ее». То есть смысл этих слов в общих чертах заключается в следующем, что мы иногда гоняемся за какими-то благами, например, за деньгами, за благосостоянием, за квартирами, за машинами, за какими-то там вещами. Но Писание говорит, что если мы приобретем мудрость, то в одной руке у нее написано «долгодельствие», а в другой руке богатство и слава. То есть на самом деле это не наши человеческие труды, или не наши собственные мыслимые и немыслимые изыскания, а это именно мудрость Божья, которая приходит к нам свыше, она обогащает нас и прославляет нас. Мы, конечно же, обогатившись и прославившись, не должны забывать, что на самом деле вся слава, она Богу приумережит, потому что мы благодаря Ему прославились и обогатились. И вот здесь как раз пересекается со вторым, с книгой второзакония, 8 глава, 18 стих, там написано, «Чтобы помню Господа Бога твоего, наделяю тебя способностью приобретать богатство». То есть мы должны понимать, что если мы приобретаем это богатство, то это только для того, чтобы мы помнили Господа Бога нашего и не забывали его. И здесь написано, что пути ее прямые. То есть если мы идем по мудрости, то есть если мы добиваемся чего-то в нашей жизни мудрыми путями, то это всегда будет путь Божий. И еще, она дерево жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженные, которые сохраняют ее. Что значит блаженный? Блаженный – это высшая степень счастья. То есть, во-первых, мы будем… Написано… Да, что это древо жизни для нас. Что значит древо жизни? Древо жизни – это то дерево, которое стоит в раю, и на котором есть листья для истеления всех народов. Это что-то, что дает нам жизнь, что дает нам какой-то плод, которым мы можем насыщаться, мы можем понимать, что мы живы вечно. И самое главное, что здесь написано, что те, кто приобретают ее, блаженны. И те, кто сохраняют ее. И еще здесь написано, что это, опять же, сулит нам долгоденствие. То есть мы должны, исча мудрость, приобретая мудрость Божью, развиваясь постоянно в этом, не надеясь на собственный разум, мы прибавляем себе долгоденствие. Смотрите, Авраам тоже изучал очень много Божью волю. И его мудрость, которую он приобрел, она дала ему возможность прожить очень много лет. И он уже после смерти Сары, еще, по-моему, там 14 лет у него родилось и так далее. То есть, когда мы ищем Бога, то это прибавляет нам долгоденствие, потому что Бог дает нам все. И в первую очередь, он говорит, делайте все, что приобрести мудрость. В первую очередь. Она важнее, чем серебро, золото и вообще все, чего мы ищем. Но когда мы приобретем мудрость, она дает нам и богатство, и славу, и долгоденствие. И последнее. По поводу того, как правильно себя вести. 21 стих. «Сыной, не упускай их из глаз». Имеется в виду премудрость Божия. «Не упускай их из глаз и храни здравомыслие и рассудительность. Ибо они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно обойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется». То есть, когда мы будем постоянно хранить здравомыслие и рассудительность. Что такое здравомыслие и рассудительность? Здравая мысль – это когда мы понимаем, что она никому не причинит зла, она не является нейтральной. То есть, у этой мысли есть какое-то действие, и у этой мысли есть какие-то последствия положительные. То есть, это и здравая мысль, то есть, оздоровляющая мысль. Она никому еще не вредит зла, и у нее всегда есть положительные последствия. И рассудительность. Что значит рассудительность? Когда мы можем, например, если мы чего-то сейчас не понимаем в духе, мы, например, хотим, конечно, слышать голос Божий и понимать всегда, что Бог от нас хочет. Но если вдруг мы сейчас в такой ситуации находимся, знаете, стресс, может быть, это какая-то ситуация болезни, может быть, это ситуация, когда, не знаю, финансовая какая-то неправильная, и вы не можете понять, что происходит, да? Что такое рассудительность? Рассудительность – это когда мы садимся и начинаем, ну, где-то рекомендую делать это на бумаге, если кто-то еще не привык делать это в уме. Иногда у тех, кто уже привык делать это в уме, мы садимся и начинаем разбирать. Окей, если это происходит сегодня вот так, какие были предпосылки к тому, чтобы это происходило бы по-другому? И что нам нужно было бы сделать, чтобы это происходило по-другому? Теперь, если мы знаем, что нужно было бы сделать, может быть, попробовать это сделать сейчас, возможно, что-то уже не получится, может быть, упущено время, возможности, может быть, люди уже не находятся рядом с вами, но все еще можно сделать какие-то вещи. И вы знаете, Писание нам говорит, что даже если мы делаем один шаг в сторону правильных путей Божьих, Бог навстречу нам делает тысячу шагов. Он бежит к нам, и Он бросается нам на шею и дает нам перстень власти и халат, и обувь на ноги. Поэтому нам необходимо быть в этой рассудительности. Итак, вернемся к началу. Первое, что нам нужно приобретать, это мудрость Божья и перестать надеяться на собственный разум. Я не говорю, что вам сейчас нужно подумать, что вот, все ваши знания, приобретенные вами, никуда никому не нужны. Наоборот, знания, они нужны. Но для того, чтобы эти знания к чему-то привели, нам необходим опыт. И этот опыт как раз приобретается с мудростью. Нам нужно знать, когда эти знания применять, каким образом их применять, по отношению к кому применять, в каком объеме применять и так далее. Это и есть мудрость. Но эту мудрость мы можем привести только от Бога. И если мы стараемся всеми силами, то есть прикладываем максимум внимания к тому, чтобы приобрести мудрость, она даст нам и долгодерствие, и здоровье, и питание для гостей, она даст нам и славу, и богатство. И вот в этом случае как раз мы и будем являть славу Божью своими действиями, своей жизнью. Потому что до сих пор мы как бы говорим о славе Божьей только в том, что мы вот там, где достоянку нашли, случайно, в том месте, где ее найти невозможно, там, где нам пришли какие-то небольшие деньги, откуда-то это все, да, благосостояние наше увеличивается этим. И мы можем свидетельствовать об этом. Это свидетельство, оно для многих является ключевым. Но если мы не будем ограничивать свой разум, то есть здравомыслие сохраним и будем развиваться дальше, то Господь расширит наши пределы. То есть если раньше, например, мы надеялись на то, что ну вот у нас будет пропитание на ближайший месяц, и там, не знаю, стоянка для машины, или там, я не знаю, какие-то обыденные вещи, которые мы уже привыкли, что Бог нам дает. Мы уже прославляем его только потому, что он о нас постоянно помнит. То если мы расширим свои рамки своего мышления, то Бог расширит наши пределы. Смотрите, когда-то Авраам даже не мог помыслить о том, что у него будет такое большое наследие. Но по факту, когда он сказал, посмотри направо и посмотри налево, о чем думал Авраам? Он думал о том, что вот бы ему вот этот участок земли бы себе, а Бог ему сказал, все это отдам тебе. Думал ли я об этом Авраам когда-то? Нет. Но когда мы смотрим туда, куда просит, чтобы Бог нас просит смотреть, то Он вдруг покажет нам такие пределы, о которых мы раньше мечтать не могли. И вот в этот момент нам нужно иметь не страх, ой, а что я с этим совсем буду делать, а просить мудрости, как попросил Соломон. И эту мудрость Бог даст нам, потому что написано, что если мы попросим, если у кому-то не хватает мудрости, то пусть просит у Бога, и Он даст любому без всякого упрека. Но если сомневается у человека в этом, то лучше ничего не просить. Поэтому личностный рост для христианина – это очень важно. Мы будем проводить еще несколько с вами прямых эфиров по поводу личностного роста. Есть много мест писания на эту тему, и я бы хотел с вами делиться мыслями, которые у меня на эту тему появляются. А на сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. И будьте с нами, продолжайте слить за прямыми эфирами. Обязательно подпишитесь на наш канал. Если вы смотрите в YouTube, в Facebook, неважно где, подпишитесь, оформите подписку и получайте уведомления. Если вы хотите стать помощником нашим, если хотите стать соцслужителем нашим в этом служении, то вы можете нажать кнопку «Пожертвовать», которая находится здесь, на этой странице, либо ссылка, которая находится в описании этого видео. Спасибо вам еще раз. Будьте здоровы и благословения вам. Во имя Иисуса Христа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...